всем привет друзья сегодня снова вы на канале тесла и сегодня у нас немножко видео не по находкам точнее по находкам которые уже у нас были сегодня у нас проверка кассетной деки хочу проверить потому что есть люди которые изъявили желание ее иметь то есть хотят оплатить мне пересылку и я им отправлю тут деку в подарок причем ни один человек просит поэтому ну скажем так получит ее тот кто быстрее про шевелится так сказать да потому что для того чтобы оплатить пересылку нужен paypal не у каждого это и есть вот но посмотрим кто первый сделает тот и значит получит все вот мне это дека не нужно поэтому я с удовольствием отправил вот еще значит хочу добавить вот с этого видео у нас будет на ваших дисплеях на экранчике стоять колокольчик вот если вы хотите получать уведомления о новых моих видео значит нажмите на колокольчик тогда будет автоматически вам отправляться сообщение что вышло новое вот ну и сегодня у нас еще в работе скажем так вот этот аппарат аппарат это у нас panasonic 3d full hd blu-ray диск и так далее так далее вот ну короче я его уже давно привез у меня стоял я его пробовал опробовал и так далее так далее вот ну что он включается вот скажем так работает наполовину то есть у него не работает сам диск диск приемник то есть вот это вот 2d full hd blu-ray диск вот это как раз самое ценное в нем и у пану не работает вот здесь работает значит для айпода и айфона вот сейчас я вот могу нету кабеля вот вы не открывается значит здесь у нас вот так стоит для айпода или айфона входе и здесь у нас здесь диск не работает и это самая ценная не знаю короче конечно же я думаю что в россии с тех стран которые с которых вы смотрите можно было бы дать ума этому либо использовать его без диска вот но так как у нас здесь у меня допустим есть через что слушать музыку вот а продать в таком состоянии его невозможно к тому же к нему еще должен быть собуфер в комплекте его тоже нету поэтому скажем так ну вещь бесполезная дома стоит и мне она как бы так и не нужно выкинуть ее тоже жалко поэтому сегодня я хочу ее разобрать кое-что с нее снять вы уж сразу прошу не ругайтесь на меня за то что я это делаю но извиняюсь но значит другого другого применения ей я найти не могу потому что вещь не полноценно рабочие но продать как я уже и сказал не получится потому как ну дадут за него не больше пяти евро вот плюс пересылка там 10 будет в общем очень даже неохотно поэтому я принял решение такое сегодня мы ее разберем посмотрим что там есть хорошего внутри вот и то что с ними не оставим себе вот я подозреваю что там должны быть все-таки неплохие динамики а и а и 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 чтобы все это вот так собирать вот вот так вот это интересно смотрится здесь вот что у нас даже заметить в первую очередь как я говорил динамики попробуем аркутить посмотрим как они выглядят динамики как видите очень даже маленький то есть понятно что сам этот плеер без сабвуфера работает не больше чем и магнитофончик можно конечно было бы подсоединить другой сабвуфер но такого желания не оригинальный сюда подсоединяем и так далее в общем я уже объяснил не работает не работает и не возможно правда поэтому вот такая значит песня динамики здесь подсоединены оба значит пищалка и динамик такой но не так понимаю что средний частотник больше здесь ничего такого особого нет платы стоят на платах что-то типа вроде материнская плата здесь понятно вот динамик мы пищалочка ее можно куда-то еще в колонку сейчас мы вот так вот сделаем вот я не скажу что вот этот динамик какой-то там особо хороший вот такие пищалки точно можно куда-то применить вот потому что они неплохо смотрятся вот так вот то есть в комплекте к чему-то то есть колонки которые будут требовать динамик нормально пищалку можно куда воткнуть они не испортят вид и будут нормально работать крутим еще один цвета настолько пластмасс закручена сейчас я возьму мой хороший прибор воздухоaga нужно конечно скручен попадание ничего не какое-то друзья не Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сбил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще один балтик Вот так вот варварским немножко методом мы это все сняли. Вот ну материнка, материнка, я не знаю, я ее закину туда, где мы собираем золото. Вот здесь у нас, ну что, можно в принципе, можно в принципе вот это вот блок питания снять. Ах, вот оно что, смотрите, значит здесь, помимо того, что, но он тем не менее работал, значит, он тем не менее работал, он включался, он играл музыку, но смотрите, что здесь есть. Сейчас я показываю, сейчас я показываю. Сейчас я показываю. Вот, вот у него взорвался конкретно вот этот вот, вот он. Это, я знаю, что это был конденсатор, скорее всего, или не конденсатор, но вот так вот он рванул, то есть он буквально разлезся. Нифига себе, блин, вот он. Короче, и тем не менее он включался и он работал. Сейчас я немного как-то снять. Вот, сейчас мы выдачим предохранитель отсюда, он тоже мне пригодится. Вот, в общем, теперь вы видите, да, вот, с вот таким вот разорванным вот этим вот приборчиком, вот этой этой части. Он тем не менее включался и он тем не менее играл музыку, вот. Ну а DVD-плеер, у него было механическое повреждение, поэтому к DVD-плееру это ничего, ну какого, ничего общего не имеет с этой поломкой. DVD-плеера была сломана как раз та вещь, на которую одевается диск, вот. Причем она сломана, ее там пытались заклеить, ну и заклеили так, что, причем таким хорошим клеем. Вот, заклеили так, что она вообще перестала крутиться. Клей попал внутрь, ее просто заклинуло, поэтому если бы и надо было ремонтировать, надо было менять всю эту, весь этот дископриемник. Найти такой 3D дископриемник не особо, скажем так, нужно. Вот они, значит, здесь у нас провода, ну вот так вот, подрываем и их отрываем. Значит, что, еще раз показываю. Вот эта вот штука у нас была взорвана. Что это было, я без понятия. Ну вот, скорее всего, да, написано 40 ватт, 1000 или 100 микрофварад, что-то такое. Ну, короче, это был конденсатор большой. Вот. Да, вот он. 400 ватт, 100 ампер. Вот такая фигня. Ну, удивительно, но он включался. И даже я на нем вот слушал мой вот этот маленький айпадик, он работает. Ну, тем не менее, все уже разобрано, все уже, значит, восстановления не будет. Вот. Значит, в нем еще стоял вот такой модуль. Я не знаю, для чего этот модуль там был. Вот. Вот. Написана модель номер. Т-т-т-т. Т-т-т. Трансмиттер. Трансмиттер. Вот. Для чего? Для сабвуфера или для, ну, какого-то, мегапульта или для спальня. Вот. Ну и все. В принципе, нужно его убрать. Вот. Все эти два части я распирусь с ними потом. Кое-что выкину, кое-что, может быть, оставлю. Вот. Ну и динамики я оставлю. Положу в ящичек, пусть лежат. Вот. И это что у нас? Откуда это? Отсюда упало. Вот. Мелочевочку эту мы тоже выпиливаем. Теперь смотрите, сколько в этом приемнике, блин, плеере было болтов. Вот он. И это еще не все. Половина еще осталась в нем и в крышке. Вот такое количество болтов нужно открутить, чтобы его разобрать. Вот. В общем, невероятно. Вот. Болтики. Шурупчики. Я их тут собираю. У меня есть вот такая вот штука. Кидаю их туда. Потом периодически все выкидываю нафиг. Вот. Ну вот. Разобрались мы с этой штукой. Вот. Опять же, кто-то начнет меня ругать. Скажет, ууу, сломал. Нужно было то сделать и то, но не выгодно, не рентабельно это все для меня. Вот. Тем не менее, хоть что-то мы отсюда, значит, взяли. Вот такие пищалочки. Их можно куда-то еще поставить. И очень даже красивые. Вот. Дальше, значит, сейчас я достану кассетную деку Onkyo. И мы ее будем проверять. Вот она. Очень даже симпатичная дека. И очень симпатичная фирма. От Onkyo это неплохая фирма. Я уже находил много техники от этой фирмы. То есть, в основном, это усилители. Но иногда попадаются и кассетные деки, и CD-плеера. Вот. Значит, что у нас? Кабель. Немножко распутаем. Вот. Был он мокрый. Вроде бы как бы высох, потому что уже целую неделю стоит. Вот. Поэтому отключим сейчас и проверим, чтобы люди, которые просили ее, уже знали ее состояние, ее работоспособность. Вот так вот мы их оставим и включаем. Сейчас я немножечко сделаю так, чтобы было видно, что мне придал взять такую коробочку. И поставлю ее вот сюда. Так она будет более-менее видно хорошо. И значит, включаем. Вот, включилась. Все нормально. Вот. Нажимаем Eject. Eject. Кассетку берем. Что у нас по кассетам? Кассета одна, непонятно. Стар партия. Но это ответственно антофона. И здесь написано хиба какая-то. Хиба. Не знаю, что за хиба. Вот. Вставляем. И нажимаем play. Вот. А дека у нас рабочая. Причем работает совершенно беззвучно. не в том смысле, что музыка не идет, а в том смысле, что совершенно не слышно, как работает двигатель. Вот. Сейчас мы возьмем наушники. наушники у нас вот эти сегодня. И нам нужен адаптер. Вот. Ну и включаю. Все играет у нас сегодня. Все работает. В общем, кто любит действительно кассетные, вот такие кассетные еще приборчики. Очень-очень даже замечательный магнитофорчик. Играет замечательно. Вот. Сейчас я послушаю. Играет музыка. Короче, что могу сказать. По игре его. Отлично играет. Совершенно не слышно. Совершенно не слышно. Его работают двигатели и так далее. Очень-очень такой тихий прибор. Вот. Сейчас мы попробуем нажать на стоп. Значит. Все. Он выключается. Нажимаем перемотку. Работает. Вот. Перемотка, естественно, немножечко слышно. Вот. Опять нажимаем стоп. Перемотка в другую сторону тоже работает. Вот. Но это уже слышно, как кассета крутится. поэтому такой звук. Нажимаем стоп. Нажимаем play. И нажимаем паузу. Пауза тоже у нас работает. Вот. Снова play. Здесь у нас еще есть. Fuller play. Dolby есть. Меняется или что-то. Сейчас послушаем. Да. Он сто процентов рабочий. В общем, все кнопки, которые я здесь сейчас проверил, они все работают. все функционируют. В общем, вот такой замечательный прибор. Сейчас мы нажмем на стоп. Эжект. Все. Плавненько. Выплевывает он. Вот. Ну, единственное, я вижу, что нужно, конечно же, головочку спиртиком, да, протереть. Вот. Нажимаем снова. Нажимаем снова play. Оба канала работают, короче. Больше обозревать на нем нечего. Вот. Значит, здесь у нас соединение только вот. Record и play. И все на этом. Больше ничего нет. Вот. Единственное, что он, да, он весит немножко больше. Наверное, больше трех килограммов. Чуть больше будет весить. Ну, плюс посылка это, плюс ящик и так далее. Около четырех килограммов нужен. Поэтому будет он немножко стоить. Пересылка 40 евро. Но я уже людям сообщил об этом. Поэтому они знают. Причем они согласны. Оплатить столько денег. Так. Значит, вот так у нас идет тоже реверс. По-моему, для перемотка. Стоп. А это у нас. Контрезит. Азот. Это счетчик. Счетчик тоже работает. Нажимаем play. Счетчик вот так считает. Нажимаем сбросы. Он сбрасывает на ноль. В общем, вот такие дела. Вот такие у нас сегодня обзоры. Причем его немножечко сейчас вот. Протереть тряпочка. У него нет ни царапин, ничего. Он замечательно смотрится. Люди, которые интересуются такими вещами. Которые хотят это иметь. Потому что у многих еще остались кассеты со старой музыкой. Многие любят эту музыку, слушают до сих пор. И само вот это действие кассеты. Это как ностальгия у людей. Потому что я знаю, что это сам по себе. Потому что у меня то же самое происходит, но не с кассетами. А с бобинными магнитофонами. Для меня сама процедура вставки бобин и так далее. Там вот это вот для меня как ну что-то завораживающее. Наверное, такое идет из детства. Вот. Ну все, ребятки. Значит, на сегодня мы заканчиваем обзор. Вот такое у нас сегодня видео. Прошу не ругаться за разобранный прибор. Вот. И что хочу сказать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Приглашайте друзей своих. Кликайте по рекламе. Будем больше разыгрывать. Вот. На этом всем удачи. И до следующего видео.